Добрый день на 12 канале Час новостей. В студии Анна Черных сегодня в выпуске. Летели в Грецию, попали в Краснодар. Самолет из Омска совершил аварийную посадку. Это будет одна из лучших арен в мире. В Омске определились со строительством нового ледового дворца. Прорубил окно в Европу. Омский режиссер завоевал главный приз на престижном кинофестивале. И, наконец, победа. Авангард закидал шайбами питерский СКА. Вместо «Эроклеуна» оказались в Краснодаре. Самолет, летевший из Омска в Грецию, совершил аварийную посадку в России. Пассажиров попросили взять ручную кладь и выйти из самолета. На Краснодарском аэродроме они провели три часа. После людей пересадили в другой самолет, который отправился в пункт назначения. Об инциденте в соцсетях рассказал один из замечей. По его словам, причину аварийной посадки людям так и не сообщили. Однако пассажиры обратили внимание, что перед приземлением было трудно дышать, а сигнальный свет самолета на одной стороне исчез. Очевидцы предполагают, что произошла техническая поломка. Строить новую арену в Омске начнут в следующем году. Эксперты провели все необходимые геологические исследования и пришли к однозначному выводу – возводить на прежнем месте новый ледовый дворец можно. Новая площадка сможет вместить 12 тысяч человек. Энергопотребление увеличится в три раза и составит порядка 7 мегаватт. Как заявил глава регионального Минэнерго Вадим Морыгин, это будет уникальный объект. Цитирую. Это будет одна из лучших арен не только в России или в Европе, но и в мире. Появится она у нас в 2022 году. Мы не ударим в грязь лицом. Добавлю также, что вокруг ледового комплекса обустроят огромную парковку с несколькими выездами, чтобы после матча болельщики могли без проблем разъехаться. Сейчас рабочие демонтируют старую арену. Машина ДПС не дала внедорожнику врезаться в колонну автобусов с детьми. Инцидент произошел на левом берегу. Школьников везли в оздоровительный лагерь. Полицейские перекрывали движение, однако водитель джипа проигнорировал запрет и в итоге влетел в патрульный автомобиль. Никто не пострадал. После происшествия колонна с детьми продолжила движение. С 1 сентября в школах региона заработают 58 точек роста. Это новые образовательные центры, которые готовятся к открытию. Причем проект рассчитан исключительно на сельские школы. Сейчас в них завершается ремонт учебных классов. Выглядеть они будут совершенно иначе. Никаких парт и досок. Оборудование, которое поступит до конца лета, позволит детям изучать онлайн проектирование, собирать роботов, создавать макеты и модели зданий. Юлия Ковыршина побывала в Марьяновском районе, где появится одна из таких точек роста. И узнала все подробности. На первый взгляд обычная сельская школа. На самом деле точка роста. Еще недавно здесь был стандартный учебный класс. Сейчас парты вынесли, доски сняли, стены перекрасили. Вскоре сюда завезут компьютеры, мультимедийные экраны, лазерные станки, квадрокоптеры и 3D-принтеры. Такое оборудование в эту сельскую школу завезут уже к концу августа. А этот кабинет превратят в зону каворкинга. В переводе с английского – зону совместной работы. Вот как это примерно выглядит. Участники решают общие задачи, планируют проекты, устраивают мозговой штурм. И все это в максимально комфортных условиях. Такой формат используют предприниматели, проектировщики, маркетологи, пиарщики. И вот теперь будут практиковать и ученики омских районных школ. Захотел я посидел в этой зоне, захотел я пришел сюда. Захотел я взял мягкий этот куб, посредине поставил, посидел, полежал. То есть для детей это, конечно, комфортно. Точка роста – это дополнительный элемент к школе. Многое предстоит освоить и педагогам. Среди наставников – молодые и активные. Алексею – 32. Он – выпускник этой школы. Сейчас преподает технологию. Пару недель назад прошел перезагрузку. Вернулся из Томска, где посещал курсы обучения для преподавателей в точке роста. Учить по старинке больше не получится. Это для всех новое, это для всех интересное, потому что то, что мы когда-то видели по телевизору, в ютубе, где угодно, то есть как собрать робота, как запустить квадрокоптер, на что способен квадрокоптер, то есть да, это интересно и нам, и детям. Это новый большой шаг для детей и педагогов. Технология, информатика и ОБЖ – именно три этих предмета начнут по-новому преподавать в точке роста уже с 1 сентября. К этому времени пустующие пока классы заполнят оборудованием. Первая поставка на днях. Кроме этого, в точках роста большая внеучебная программа. Детей будут учить лидерским качеством, самопрезентации, умение держаться на публике и грамотно выражать свои мысли. Онлайн-уроки будут давать спикеры из самых разных сфер. Мы будем изучать предметы с более новыми технологиями и будем познавать что-то новое, научиться чему-то новому, познавать будущее. В этом году откроют 58 центров во всех 32 районах Омской области. А до 2022 года регион будет буквально усыпан точками роста. К этому времени их будет уже 190. То есть профессии будущего смогут осваивать дети в каждой сельской школе, даже из самых отдаленных деревень. Точки роста большой, но не единственный шаг в омском образовании. В октябре прошлого года в городе открыли детский технопарк. В свободное от учебы время подростки занимаются исторической реконструкцией, проектируют роботов, изучают виртуальную реальность. Под занятия отданы три этажа бывшего ПТУ. Последний, четвертый, уже к концу этого года займет Кванториум. Самый современный уровень дополнительного образования. Центр, оснащение которого позволит детям изучать такие направления, как, например, промышленное производство и даже космос. Юлия Ковыршина, Павел Манжос, 12 канал. Александр Бурков укрепил позиции в медиарейтинге сибирских губернаторов. Его составляют по количеству упоминаний о руководителях регионов в СМИ. По итогам июля глава Омской области поднялся на одну строчку, опередив кемеровского губернатора. И теперь занимает второе место, уступая только главе Иркутской области. Впрочем, популярность Сергея Левченко, который в этом месяце намного оторвался от своих коллег, вызвана печальными событиями. СМИ цитировали его в связи с наводнением в Иркутской области. А вот инфоповоды, связанные с Александром Бурковым, оказались позитивными. Губернатор укрепил позиции после обсуждения поставок зерна с турецкой компанией и вводом в эксплуатацию долгостроя хирургического стационара детского больничного городка. Омск украсила бетонное эхо. Необычное граффити появилось на здании бассейна «Пингвин». Изображение волн от падающей капли воды нарисовали художники из Екатеринбурга. Эта архитектурная аллюзия стала последним арт-объектом, который презентовали в этом году на стенографии. В Омске фестиваль уличного искусства проходит в четвертый раз. За это время творцы подарили горожанам больше десятка картин. К примеру, огромного моллюска на здании современника, богатырей на Чкана Валиханова, робота на проспекте мира. При этом основное правило стенографии – не просто рисовать на зданиях яркие рисунки, а лаконично вписывать их в окружающий ландшафт. Амичи увидят спектакли знаменитого Евгения Марчелли. Театральный мэтр, который не раз становился обладателем золотой маски, привезет в наш город три постановки. Одна из самых ожидаемых – «Восемь любящих женщин». История о дамах, которые борются за сердце одного мужчины. По словам режиссера, это психологический детектив с элементами комедии. Напомню, Марчелли – знаковая личность для нашего города. Пять лет он был художественным руководителем омской драмы, и каждая работа мастера становилась ярким событием в театральной жизни. Спектакли известного режиссера покажут в рамках больших гастролей Ярославского театра. Всего в программе пять постановок на любой вкус, как говорят организаторы. Триллеры, фарсы с элементом черного юмора и культовые комедии, например, такие, как «Золотой теленок». Спектакль представят омичам в последний день фестиваля – 31 августа. Омичей снова приглашают в кино в Омскую крепость. Несколько лет назад в здании инженерной мастерской работал кинозал, куда жители приходили смотреть любимые фильмы. Однако сеансы пришлось отменить. Это было связано с проведением реконструкции исторических зданий. Теперь жители снова смогут смотреть здесь фильмы. В программе картины, включенные в «Золотой фонд» Омского дома кино. Кинозал будет работать до конца августа. Омичей ждут в инженерной мастерской по пятницам и субботам. Начало в 15 и 18 часов. Показы бесплатные. Омский режиссер Борис Гус завоевал главный приз на престижном кинофестивале «Окно в Европу». Он прошел в Выборге. В основном в конкурсе победила новая картина «Меча. Смерть нам к лицу». Это комедийная мелодрама, снятая на смартфон. Главные герои ленты – семейная пара. Узнав о страшном диагнозе, жена начинает готовиться к смерти. Девушка прощается со всеми, подбирает гроб и даже покупает место на кладбище. Муж тем временем ищет деньги на лечение супруги. У омского режиссера было 10 конкурентов. И, как признался сам Гудс, совершенно не ожидал, что победит. Это уже не первая награда режиссера на этом фестивале. В прошлом году он получил два диплома за трагикомедию «Фагот», также снятую не на профессиональную камеру, а на мобильный телефон. ООН опубликовало руководство по спасению мира для лентяев. Это то, что можно сделать, не вставая с дивана и не покидая дом, при этом помочь планете. Людям советуют не включать лишний раз свет, сушить волосы и вещи на свежем воздухе, на ветру, принимать душ оперативно. На всю процедуру должно уходить не более пяти минут. Людям также советуют не выбрасывать еду. Даже испорченной пищей можно найти повторное применение. В Сочи жаркие хоккейные ночи, вернее, вечера. «Авангард» наконец-то зажег на местном турнире. В матче с питерским «СКА» выставил две минуты втроем против пятерых. Сен Андригетто набрал первые очки, а Вячеслав Воинов дебютировал за мячей. Какой получилась заключительная игра ястребов на Черноморском побережье, расскажет Андрей Блохин. На льду, как на пляже, жара. Впервые в межсезонье омская команда забрасывает три шайбы за один период. Первый, пропустив свои ворота, только раз, да и то курьезно. Пьянов, Шумаков и Зернов дарят о мячам на сочинских трибунах. Надежда на то, что загруженные во время предсезонки ястребы, наконец, стряхнули усталость с плеч и полетели. Радует, наконец-то пробило. И как пошли забивать. Хорошо. Ждали. Нам нужна победа. Авангард, молодец, идет вперед, побеждает три-один. Да, и я думаю, результат неважный. Главное, у мячей появилась возможность увидеть наших своих родных ребят непосредственно в игре, в предновом сезонах. Желаем удачи только. И пусть весь Омск знает, что не только балашевские болельщики здесь присутствуют, но и мячи тоже. Вперед, Авангард! Тренер Авангарда Хартли все перетасовал перед этим матчем. Пьянов ушел на край атаки, Потапов в центр, бег вообще остался в запасе. Второй период прошел без голов, хотя предпосылки к этим голам были. Соперники потолкались в средней зоне, а судьи по итогам этого толковища взяли и удалили двоих наших сразу. Две минуты втроем против пятерки разъяренных питерских. Выдержали, вытерпели, не дали забить. Впервые за все время пребывания в Сочи Авангард близок к победе. Неужели это случится? Неужели победим? Сегодня вышла команда, хорошая игра была, особенно против Питера. У них тоже мастеровитая команда и хорошо сыграли. Мы все рады, что победили сегодня. Мы готовимся к первой игре, первому сентября, к чемпионату. Это всего лишь подготовка. И здесь тоже надо доказывать место в составе, выгрызать его и становиться командой, друг за друга играть. Четвертую шайбу в пустые ворота забросил новичок Авангарда Павел Гедунов. Неважно, где в зоне атаки, в обороне, в средней зоне. Пытаемся играть активно, давить соперника, не давать свободного льда, чтобы не могли раскатиться. Почувствовать этот ритм игры, сбивать его и, соответственно, навязывать свою игру. Наша оборона начинается у них в зоне, поэтому пытались прессинговать. Они допустили ошибки, мы ими воспользовались. Итак, победа со счетом 4-1. До старта чемпионата континентальной хоккейной лиги осталось всего-то навсего 3 недели. Андрей Блохин, Дмитрий Хронцов, 12 канал, из Сочи. Стало известно, какие вещи россияне чаще всего забывают в самолетах. Это ценная техника, ноутбуки, телефоны или игровые приставки. На втором месте ручная кладь и покупки дьюти-фри. На третьем пледы, подушки и одежда. При этом пятая часть пассажиров вообще никогда ничего не забывали в лайнерах. Кстати, забытые в самолете вещи обычно хранятся в аэропорту, откуда их можно забрать, обратившись в службу поддержки. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы Час новостей. И о погоде. Завтра, 10 августа, по Омской области переменная облачность дожди. Температура воздуха в районах ночью 9-11 градусов, днем плюс 18, плюс 21. В Омске ночью до плюс 14, днем потеплеет до плюс 21. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей смотрите в 17 часов. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!